С наступлением на Урале жарких дней сотрудники Азбестовской госавтоинспекции фиксируют все больше происшествий с пострадавшими. Так, в период с 19 по 17 августа произошло 6 ДТП, в результате которых 7 человек ранены. Причина почти половины ДТП – управление транспортом водителями в состоянии алкогольного опьянения. Утром 9 августа на автодороге Азбест-Малышево в забор жилого дома врезался автомобиль. Как выяснили сотрудники БДД, водитель Киа Спектр, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сначала съехал с дороги, затем врезался в заборы в дерево. В результате столкновения 20-летний водитель получил ушибы и лишение прав на полтора года, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Вечером того же дня на перекрестке Заводская Пархоменко произошло столкновение мопеда и Део Матиза. Водитель мопеда был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по второстепенной дороге, он не предоставил преимущества Део, приближающемуся по главной. В результате пострадал водитель мопеда. С переломом ноги и многочисленными ушибами он был доставлен в городскую больницу. А 12 августа днём на улице Промышленной произошло столкновение – Ниссана и большегрузного МАЗа. В результате ДТП водитель иномарки получил ушиб в скуловой части лица. На следующий день, 13 августа, во дворе дома номер 19 по проспекту Ленина произошло ДТП с участием пешехода. Женщина за рулем Део Некси при движении задним ходом не убедилась в безопасности. В результате чего произошел наезд на Ниссан и на пешехода. В результате 24-летний мужчина получил травму ноги. Утром 16 августа на автодороге Грязновская Азбест нетрезвый водитель, управляющий Ниссаном, не справился с управлением. Автомобиль занесло, после чего он съехал с дороги, а затем врезался в дерево. В результате происшествия водители и его пассажир получили травмы различной степени тяжести. В связи с этими событиями сотрудники Азбестовской госавтоинспекции в прошедшие выходные несли службу в усиленном режиме. За три дня профилактического мероприятия были выявлены 12 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Еще шесть водителей находились за рулем, не имея соответствующего права, или же были лишены его. Уважаемые участники дорожного движения, будьте бдительны и аккуратны на дороге. Помните, что только вы несете ответственность за свои действия на проезжей части.